Сейчас я покажу самую крутую штуку, которая только есть в аэроскопере. Это Галапагас. До сих пор мы делали только точные алгоритмы. То есть мы давали компьютеру конкретное последовательное действие, и он ее просто повторял. И для того, чтобы решить какую-то задачу, мы должны были сначала сами полностью продумать ее решение. А компьютер мог за нами потом только повторять. Но есть возможность позволить компьютеру самому принимать решения, самому решать задачи, любые, в том числе и творческие. И для этого есть алгоритмы оптимизации. В аэроскопере они представлены Галапагасом. Вот этот такой нод во вкладке «Параметры», в самой правой группе. Вот он. Ну, назван он так, потому что там главное – это генетический алгоритм. То есть создание искусственной эволюции, которая решает задачи. Ну, а Галапагасом назван, потому что Дарвин придумал теорию эволюции, благодаря тому, что съездил на эти острова. Суть эволюции в том, что есть некая популяция существ, есть у них скрещивание между собой, есть отбор, то есть слабые умирают, а сильные выживают, есть переход в следующее поколение, и еще есть мутация. И все это моделируется с помощью Галапагаса, только вместо живых существ здесь будут модели и задачи. Здесь у Галапагаса есть два входа, ну, а никак не совсем входа, два подключения – геном и фитнес. Геном – это как бы ДНК нашей задачи, нашей модели, а фитнес – это ее оценка. И Галапагасу нужно только ДНК и оценку для того, чтобы он изменил таким образом ДНК, чтобы оценка была максимальной. В геном можно подключать либо слайдер, вот так, то есть сюда нужно ввести от него, от Галапагаса. Поверяется стрелочка, она вот бледная, вот это выбираем, Галапагас она становится яркой. Либо намного удобнее специальная именно для Галапагаса генлист, такая связка слайдеров. Вот ее гораздо удобнее использовать. Ну а в фитнес нужно подключать любое число, которое является оценкой нашей модели. Но сейчас я покажу, как можно применять генетический алгоритм на одной очень простой задаче. Задача кажется простой, однако я вот сам не представляю, как ее можно решить точным алгоритмом. То есть без помощи оптимизации. Задача выглядит так. Создадим множество точек, но они не на плоскости, чтобы только были, в разных координатах Z. Вот такое вот множество точек. И здесь нужно создать такую еще одну точку. Сейчас ее создадим по трем координатам. Для этого в геноме сделаем только три числа. И вообще по трем координатам точку создавать вот так. Но здесь неудобно, потому что три отдельных входа. Поэтому есть другой для этого случая. Number two points. Здесь то же самое, только все три координаты должны быть в одном входе. Подрубаем. И вот теперь вот эта черная точка. Вот она. Так вот, задача заключается в том, чтобы расположить эту точку в пространстве так, чтобы вот такие населения создать. В общем, расположить эту точку в пространстве так, чтобы она была одинаково близка ко всему этому множеству точек. Каждой из этих точек. То есть, если провести линии от этой черной точки к каждой из этого облака точек, то сумма длин этих линий должна быть минимальная. Вот такая задача. Чтобы воспринять вот это множество точек, сейчас я еще покажу такой более удобный способ. Раньше я показывал точки воспринимать вот так. То есть, создать параметр точку. Здесь выбрать. Потом здесь выделить. Enter нажать. Ну, так-то способ все равно не очень долгий. Но если мы здесь захотим создать еще некоторые точки. Вот сейчас я, кстати, правый кнопок на пустое место нажимаю. У меня выбирается последняя команда в районе. Я могу еще точки ставить. Если поставить еще точки, то нужно опять выбирать, опять нажимать, опять сюда. Вот. Но это уже неудобно. Для такого случая есть более удобный способ задания точек. Ну и не только точек, а любой геометрии. Это Geometry Pipeline. У него здесь есть три параметра. Это слой, имя и тип. То есть, он может с определенного слоя в районе, в районе есть слои, по определенному имени и определенного типа объекта выбрать. Сейчас слой и имя стоят звездочки. Значит, он со всех слоев и с любыми именами берет. Ну, а тип не задан. Если задать тип, вот правой кнопкой здесь можно. Задать слой, имя и задать тип. Вот задаем тип точки. И все. Он сейчас выбрал все точки, которые здесь есть. Теперь, если здесь создавать еще точки, то он их сразу же выбирает. Вот этот pipeline, он удобен, когда нужно вот много, много точек там, или много геометрии задавать. Не всегда его удобно использовать, но иногда удобнее. Так вот, к задаче возвращаюсь. Вот если вот такие отрезки построить, вот видите, у них... Так, сделай все белым. Когда изменяем вот эти координаты, то сумма длин этих отрезков будет изменяться. И наша задача в том, чтобы сумма длин этих отрезков была минимальная. Так, в геном мы подключили координаты вот этой точки. А в фитнес, то есть в оценку, нам нужно подключить сумму длин этих отрезков. Можно просто длину отрезка измерить. Вот где керов, здесь есть. Так, вот здесь. В анализе длина. Он находит длины отрезков, список длин. И теперь их всех сложить друг с другом. Это в математике, в операторах есть такая вот масс-одишн. То есть он складывает весь список. Вот, и получается у нас сумма 779. Сейчас ее сразу в панельку выведем, чтобы показать. Вот, теперь я меняю, когда координаты точки, меняется сумма. Она вот иногда очень большая получается, иногда меньше. И сейчас вот Галапугас, он сам расположит эту точку так. То есть изменит ДНК этой точки, а ДНК это координаты. Изменит ДНК так, чтобы точка была... Ой, чтобы задача получилась наиболее хорошо решенной. И в фитнес подключаем теперь вот эту же сумму. И все, круг замкнулся. Есть геном, есть модель, которая по геному строится. Есть оценка этой модели. То есть вот модель, вот оценка модели, и оценка модели идет в фитнес. И теперь можно запускать оптимизацию. Для этого нужно двойной щелчок на сам вот этот Галапугас. Двойной щелчок делаем, появляется такое окошко, интерфейс Галапугаса. Ну и в нем три вкладки. В первой вкладке настройки, здесь постоянно нужно менять только вот эту, максимизировать или минимизировать. Нам нужно минимизировать. Поэтому нажимаем минус. Значит, остальные настройки лучше не менять, потому что они, ну, они хорошо настроены. Если изменить, то хуже будет. В большинстве случаев. Второй вкладки у нас уже сами решатели. Их два. Есть генетический алгоритм, есть имитация отжига. Про отжиг я позже расскажу. Генетический алгоритм, вот его сначала покажу. Выбираем его. Нажимаем старт. И вот он. Вот здесь у нас справа список особей. И число, вот это, показывает приспособленность к каждой особи, то есть ее оценку. Вон, в самом верху, это самая лучшая особь, 428 у нее. А в самом низу, 433, это худшая особь. Вот, если выбрать какую-то особь, то вот здесь, на этом графике, показывается геном этой особи. Вообще, этот график, он показывает все геномы. Здесь у нас там в геноме было всего три числа, поэтому здесь в графике три столбика. И по этим трем столбикам строится график, в котором показываются, вот, желтым выделяются, красным выделяются геномы тех особи, которые сейчас мы выбрали. Ну, а в целом, вот, в любом, это общий геном. В этом окошке показываются крестиками те, которые на данном поколении умирают, а черными те, которые остаются. Вот здесь эти кнопки можно выбрать. Либо всех показывать, либо половину, либо четверть, либо 10%. Ну, 10% лучших, либо четверть лучших. Вот здесь уже тех, которые умирают, их даже не показывают. Вот. Это здесь покажет, в данном поколении количество особей. Так. Здесь показывает график, но сейчас я, чтобы график показать, как работает, заново запущу, потому что он уже закончил. Ну, вот он задачу решил. Вот так расположил эту точку. Сейчас вот этот рандомайз можно использовать, чтобы сбить настройки, чтобы он забыл лучший особь. И сейчас заново запущу, чтобы показать. Так, опять минимайз. Опять запускаем. И вот здесь эти три кнопки, если поставить первые, то у нас показывается каждый особь. Вот у нас прямо так дрожит вся. Если поставить вот эту, то показывается только лучший особь. то есть вон она изредка поменяется. Если включить этот режим, то не показывается вообще ничего. И вот так он наиболее быстро оптимизирует, потому что ничего не прорисовывает. Вот это наиболее медленный способ, но зато наглядно видно, как изменяется решение. Вот этот график, он показывает процесс оптимизации. Правой кнопкой можно его вот так масштабировать, двигать. И вот эти вот плюсики, стрелочки, это моменты, когда появляется особь лучше предыдущей, когда появляется новый доминирующий особь. То есть решение задачи улучшается. В целом вся толщина графика это приспособленность всей популяции в среднем. заштрихованная нижняя часть графика это те особи, которые так, остановлю пока, чтобы показывать. Заштрихованная нижняя часть графика это те особи, которые на данном поколении вымирают, то есть которые исключаются из эволюции. А выше вот эта линия это те, которые переходят в следующее поколение. Вот здесь можно смотреть, выбрать любое поколение, они вот снизу пронумерованы. И вот для каждого поколения заново рисуются вот эти точки, вот этот график и список этих особей. Можно несколько поколений выбрать и тоже вот больше здесь покажется точек, здесь график больше покажется. И вот можно выбрать на любом поколении любую особь вот из этого списка. Вот например выбрали эту. Рин стейт нажимаем и он ее показывает здесь в окошке райна. То есть первом поколении выбрать худшую особь. Глян, вот. То она будет вон какая. У нее будет 3528 сумма длин вот этих отрезков. А лучшая особь на последнем поколении у него 426. Вот это скорее всего это идеальное решение этой задачи. Вот Галапагас останавливает генетический алгоритм останавливается тогда когда популяция перестает эволюционировать. То есть когда 50 поколений ничего нового не появляется тогда он уже останавливается. Дальше нет смысла. Популяция вырождается. И на самом деле для некоторых задач эволюция может длиться бесконечно. Это сейчас очень простая задача поэтому она быстро решается и быстро популяция вырождается. Для некоторых задач можно просто смотреть если нас устраивает решение то останавливаем а если не останавливает то он будет бесконечно оптимизировать. Это был генетический алгоритм. Второй про него меньше можно сказать если здесь выбрать имитацию лжига. Вот старт нажимаем а сначала надо перемешать тут тоже есть особи тоже можно переключать пока все особи или только лучшие но здесь смысл в том что имитируется другой процесс не эволюции а кристаллизации в общем то что когда охлаждается расплав то молекулы занимают точно свое расположение в кристаллической решетке из-за того что при высокой температуре колебания их с большой амплитудой при понижении температуры амплитуды уменьшаются и они таким образом находят свое место вот здесь тоже если заново запустить видно что вначале решение сильно меняется потом все меньше и меньше начинают меняться и здесь в отличие от генетического алгоритма он не будет длиться бесконечно он может только вот когда температура понизится до определенного предела после этого он начинает просто заново вот и когда уйдет график он постепенно сейчас повышается и он дойдет до верха то просто заново начнется оптимизация то есть если он за это время не успел найти нормальное решение то он уже не найдет но в целом для простых задач имитация отжига она быстрее находит решение чем эволюция вот если сейчас остановить вот он тоже нашел такое решение 426 вот это была простейшая задача и на самом деле в форме такой задачи вот чтобы по геному строилась модель потом чтобы модель проверялась и все это чтобы замыкалась на клапогасе к такой задачи к такой форме можно привести вообще любую задачу но правда это не волшебная кнопка здесь есть некоторые тонкости про них я еще расскажу в других уроках там более сложных задачах там свои особенности появляются и чтобы их понимать уже нужно более подробно понять как работают эти алгоритмы оптимизации